Сегодня в голове такой вопрос возник, на первый взгляд очень простой. Место определяет человека или человек определяет место. Но впоследствии, когда стал думать над вообще правильностью вопроса и понял, что в концепции нашего мировоззрения нам нужно выбрать либо это, либо это. Но если посмотреть на вопрос под другим углом, то, по сути, одно вытекает из другого. То есть нету такой... здесь нельзя разделить этот вопрос на левое и правое, на место или человека. Тут можно разделить лишь на какую-то энергию, которая видоизменяется. То есть, по сути, если в физике есть кинетическая энергия, когда двигается предмет и потенциальная энергия, когда предмет зависает. То есть, если я отпускаю предмет, он приобретает, перетекает в кинетическую энергию. Если предмет останавливается, его кинетическая энергия перетекает в потенциальную. Соответственно, такую параллель можно провести с внутренним состоянием человека и его внешней средой. То есть, насколько ты наполнен и насколько, условно говоря, красота у тебя внутри, в сравнении с другими характеристиками, настолько и эту внутреннюю красоту, наполненность отображает твое внешнее пространство. И, соответственно, когда ты транслируешь из своего внутреннего мира во внешнее пространство, ты его замечаешь, ты им радуешься, ты видишь, насколько оно красивое. И оно уже, в свою очередь, заряжает твой внутренний мир на красоту, наполняет его какими-то смыслами, какими-то характеристиками в позитивном ключе. Соответственно, тут нет такого, что в какой-то момент, типа, одно будет превалировать сильно над другим. Тут есть четкая синергия, тут есть взаимообмен, энергообмен. И если ты привносишь в это пространство такие же качества, и пространство взамен тебе отдает все то, что ты транслируешь, если эта синергия не происходит или если это не случается таким образом, то тебя, наверное, выталкивает из этого пространства. И ты становишься внутри по-другому наполненным, и внешнее пространство меняется под стать твоему внутреннему наполнению и состоянию. Интересная мысль такая, меня она сегодня зацепила.